Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж 7 пятниц на неделю, 62 серия. Добро пожаловать! У нас утро, Вивиан уже завтракает, проснулась и ребята, все наши домашние куда-то опаздывают. Как-то я не уследила. Слушай, Вярончик, тебе тоже нужно идти куда-то или нет? Да, ему нужно идти на работу, но он у нас завонялся, что сказал, что не пойдет грязным на работу, пошел купаться. Так, и Лесли тоже у нас опаздывала. Я как-то не заметила, наверное, долго проматывала, когда они спали, когда все спали и все у нас проспали. Вот, не идут у нас на работу сегодня Нэнси и не идет, ну, конечно же, не идет Вивиан, потому что Вивиан у нас не работает. Так, у нас есть кексики, Нэнси? Тебе нужно съесть что-нибудь такое, я не знаю. Давайте, ребята, сделаем мы мороженое поправляйка, потому что Нэнси мне страшно на нее смотреть. Есть такое мороженое, называется Мировое бремя. Насколько я помню, где оно и как оно выглядит, я не знаю. Сейчас мы его поищем. Вот, Мировое бремя. Пусть Вив приготовит его для своей доченьки, мы больше его скармливать никого не будем. Да, еще побегай на беговой дорожке, конечно же, ты у нас и так тощая, просто невозможно. Еще тебе нужно похудеть, только бегать на беговой дорожке. Так, Вивиан, давай быстро на работу, быстренько. Ты у нас опаздываешь, Жень, ничего хорошего. Это не сулит, никакого повышения ты не получишь. Ну, или хотя бы, как бы, повышение продуктивности. Так, давайте мы попросим, наверное, Нэнси подойти сюда, к маме, да, пусть мама и пообщается, поговорят о чем-нибудь. Она там хочет танцевать. Ой, утешать. А зачем ее утешать? А, ну да, у нас там, вы же помните, что было у нас. Да, свадьба, конечно, закончилась трагично. Умерло, по-моему, пять симов одновременно. И эти симы были друзья Вивиан. Вивиан, конечно, чувствует себя очень плохо, поэтому вот Нэнси, конечно же, маму может утешить, поделиться фотографиями. Давайте пусть фотки какие-то ей покажут. В общем, нужно ее как-то успокоить. И так как все остальные у нас на работе, сегодня я бы хотела немножечко Нэнси поиграть. Вот, если получится, я хочу ее вот сейчас немножко откормить. Может быть, она скушает мороженое и будет как-то у нас более, более такая пухленькая, потому что, ну, страшно смотреть на нее. Так, вот мороженое. Давайте мы добавим топпинг, ну, например, взбитые сливки и выберем украшение, ну, к примеру, листья мяты. Это, в принципе, не важно, просто чтобы красивее было. Все, Нэнси берет рожок, я больше никому не буду скармливать это мороженое, потому что, потому что нафиг надо. А давайте у нас еще немножечко даже Вивиан побегает, длительная пробежка. Хотя пожилым бегать не рекомендуется, но все же, ну, все же пусть немножко... Ой, она что, грязная, что ли? Не, мне показалось. Мне... Или грязная? Не, не, мне показалось. Мне что-то показалось, что она грязная. Вот такое голубое мороженое. Называется оно «Мировое бремя». И когда Симы его едят, они должны немножко поправиться. Я надеюсь, что Нэнси поправится всего лишь чуть-чуть, потому что кабанчика из нее делать я тоже не хочу. Мне бы хотелось, чтобы она была стройная. Вот, но она сейчас настолько худая, что кексики ей не особо помогают. В общем, нужно ей, видимо, вмешательство. Вмешательство серьезное, грандиозное. И мы дадим ей мороженое «Мировое бремя» в надежде, что она у нас станет пышечкой. Ну, не совсем пышечкой, но хоть немножечко да поправится. Ну, давай, вставай, покажи нам свою фигурку. Только не будь толстой, я тебя прошу. Ну, ребят, я не вижу никаких результатов. Она вроде так, да, как-то себя погладила по животу, как будто она поправилась. А ну-ка, давайте, ну, иди сюда, переоденься. А ну, переоденься, иди сюда, Нэнси, иди сюда, переоденься в обычную одежду. Смени одежду на обычную. Можно купальник одеть в купальнике. Да, ребят, по-моему, она нормальная уже, да? Вроде бы... Я боюсь сейчас, как дам ей мороженое, она как раскабанеет. Ну, его нафиг. Так, все, это мороженое мы просто, ребята, выбрасываем. Потому что, ну, его нафиг. Кто-нибудь съест, и потом будет дом кабанчиков у нас. Давайте мы сегодня Нэнси отправим на свидание. У нас есть замечательный парень. Боже, уже сколько померших симов у нас в летсплее. У нас есть пригласить на свидание. У нас есть знакомый Руперт. Нэнси знает его с детства. Это сын, в общем, Рича, с которым когда-то давно общалась Вивиан. И я бы хотела, чтобы Нэнси с ним побольше пообщалась. Потому что он, во-первых, на папу похож, а папа мне нравился внешне. Но, к сожалению, он был намного старше Вивиан, что у них ничего не получилось. Так, куда бы нам отправиться? Давайте, наверное... Вообще они подростки, им бы неплохо куда-нибудь на дискотеку. Но у нас сейчас день. Да, давайте в Винденбурге останемся. День, и я не думаю, что это хорошая затея идти куда-нибудь танцевать. Давайте мы, наверное, их отправим в бар, в кафе. Нет, там, наверное, где можно потанцевать. Ночной клуб, бассейн, парк. А давайте в парк их отправим. Почему бы и нет? Я давно в парке не была. И вообще в этом парке я не помню, чтобы мы бывали. Итак, в парк мы прибыли. Вот он, Руперт. Давайте покажу его поближе. Я специально его создавала похожим на папу. Потому что его папа Рич, он меня впечатлил очень сильно. Мне он понравился. Он, по-моему, еще в первой неделе, в первую бирюзовую неделю этого челленджа мы его встретили. Он проходил мимо дома Вивиан. И он мне так понравился. Но, блин, он был взрослый. И потом он очень быстро постарел. То есть он был намного старше Вивиан. И вот это меня, конечно же, разочаровало. Если бы он был помладше, то, может быть, у них бы что-то и получилось. Но вот даже Крис Синий, отец Нэнси, он был помладше. И поэтому как-то дольше прожил. В общем, не светило нам ничего с Ричем, к сожалению. Даже Вивиан, я помню, написала книжку такую «Крис или Ричи». И все-таки жаловаться на личную жизнь. Давайте пожалуемся. И все-таки она выбрала Криса. Хотя с Крисом тоже у нее не сложилось. Видите, у нее все-таки судьба. Ее был Виоран. Она у нас ревнивая, по-моему, да, насколько я помню. Давайте душевный разговор. По-моему, она ревнивая. Да, непостоянно ревнивая и творец. Видите, у нее есть такое действие. Пожаловаться на личную жизнь. Давайте расскажем парочку забавных историй, чтобы мы выполняли задание по челленджу. То есть, господи, по челленджу, что я несу по свиданию. Вот, мы узнали, что он честюля. Кстати, немаловажно, какими чертами характера обладает Руперт. Он меломан, честюля и любит природу. В принципе, хорошие у него черты характера. Мне нравятся. Вот, но я не знаю, конечно же, кто... О, у нас тут собрание клуба «Садовые гномы». Садовые гномы у нас тут, видите, занимаются садоводством. Вот, но они нам не мешают. Мы им не мешаем. У нас здесь свидание с Рупертом. И спросим, кем он работает. Может быть, он устроился уже. Я не знаю вообще, кто станет продолжителем этого челленджа. Если это будет Нэнси, то, конечно же, с Рупертом ей ничего не светит. Потому что, если вдруг она будет главной героиней второго сезона, то тогда, в общем, она будет свою личную жизнь уже устраивать вместе с нами в челлендже. Ну, что ты приперлась? Иди дальше свои кустики обрабатывай. Ну, пришла тут свидание. Ну, вообще наглая коза. Так, давайте мы романтику какую-то сделаем. Ну, попробуем мы пококетничать. Ну, не с бабой с этой. С Рупертом будем кокетничать. Нэнси, не смотри на нее. Она какая-то стрёмная. Да, все, отвернулись от женщины, от этой странной очень. И давай романтику будем делать. А ты иди за своим садом. Смотри, не лезь к молодым. Кстати, у нас уже вечер, да, вечереет уже 16 часов. Давайте прижать. Ну, я не хочу прижимать к сердцу. Давайте флиртовать. Давайте пофлиртуем. Да, тем более у нас задание флиртовать. И нам нужно рассказать историю. Давайте какую-нибудь веселенькую расскажем, забавную историю. Вот, повеселим Руперта. Так что, ушла, да, наконец-то ушла. Пошла дальше за своим садом смотреть. Так что, ребят, я не знаю. Если это будет Нэнси, конечно же, с Рупертом ей ничего не светит. А если вдруг главным героем второго сезона этого челленджа будет Вилфред или Лесли, то тогда 100% вам скажу, что Нэнси выйдет замуж за Руперта, и они будут где-то жить неподалеку. Вот, чтобы мы их видели, там в гости ходили. Но это только если главным героем второго сезона будет не Нэнси. То есть, это будет либо Лесли, либо Вилфред. Вот, кто будет главным героем второго сезона, я не знаю. Возможно, будет голосование в группе ВКонтакте. Я еще... Ты куда пошел? Ты что, офигел? Ой, стой, стой. Ну, я хотела делать действие первого поцелуя. Ты от нас убегаешь? Никуда ты от нас не убежишь. Будем целоваться. Мужик, ты что? Давай будем целоваться. Смотри, как красиво. А подождите, давайте куда-нибудь в красивое место пойдем. Это же Винденбург. У нас закат. Здесь красиво. Слушайте, давайте мы их отправим вот сюда, например. Да, давайте пусть идут сюда вместе. Где бы им так поцеловаться, чтобы было... Вот сюда пусть идут. Давайте пусть сюда идут вместе. И там будет у них первый поцелуй. Вот, будет очень красиво, как они тут поцелуются. Тем более, в лучах заката, заходящего солнца. Это будет очень романтично. И надолго запомнится им вот такое вот свидание. Вообще, Винденбург очень красивый город. Он мне нравится. Жалко, что я его еще пока не до конца изучила. Но буду потихонечку. Вот, буду сюда чаще ходить. Хотя и так, чаще в последнее время хожу именно в этот город. Потому что его меньше всего знаю. Уже как-то с Ньюкристом более-менее познакомилась. Вот, а Винденбург для меня еще пока загадка. Так, ребят, вы пришли или нет? А Руперт где? Ты что, Руперта потеряла? Ребята, он не пришел. Я хотела романтику. Хотела красивое... А, бежит, бежит. Красавчик нас бежит. Да, в общем, давайте... Не, не будем ее переодевать. Это будет как-то странно, если она переоденется прям вот... Прямо на улице. Так, давайте мы дадим им какое-нибудь задание. Например, сначала пофлиртовать. И вообще, что-то они не кокетливые оба. Это, конечно же, меня немножко смущает. И какая-то еще женщина у нас тут появилась в нашем разговоре. Кстати, солнышко уже зашло. Ты что? Какие минуса? Ты что? Да, чувак, не надо. Флирт... Чего он не хочет флиртовать? Смутился. Ну, чего ты смутился? О, господи. Ну, давайте еще попробуем флиртовать. Не хватает нам загладить вину. Не хватает нам ведра. Вот было бы здесь ведро, не было бы проблемы. Ведро решает всегда все проблемы. И симы становятся от него кокетливыми. Но что-то ведра мы с собой не взяли. Да если бы мы его взяли, здесь его ставить нельзя. Давайте тогда не хочет. Ну, не хочет и не надо, господи. Кто тебе душевный разговор? Будем, ладно, не будем мы тогда его мучить. Ну, не судьба нам сегодня поцеловаться. В общем, просто мы с ним пообщались. Я думаю, что... Ну, вот чего вы сюда все приперлись? Ну, товарищи, ну что это такое? Ты кто такая? Николь, Эмбер, это... Маркус, Флекс, это Макси, созданный сим. А это, скорее всего, вами кем-то созданный. Или даже ребенок того, кого вы создавали. Потому что симка молодая, да? Или взрослая? Взрослая, наверное, все-таки. Да, взрослая. Не знаю, может быть, вы создавали. Ну, скорее всего, это ребенок чей-то. Симов, которых вы создавали. Так, ребят, я так понимаю, что у Руперта и у Нэнси сегодня не сложатся с романтикой. Что-то у них пошло не так на этом свидании. Поэтому он уже даже убегает. Поэтому мы, наверное, с ним попрощаемся. И наша Нэнси... Господи, кто это идет такой? Такой, это, наверное, симка с генерированной игрой. Потому что я таких не помню. Да, Лидия Жданова. Так, и я, наверное, переключусь на кого-нибудь. Например, на Лесли. И мы отправимся домой. Так, домой мы прибыли. И, ребят, походу, я перестаралась. У нашей Вивиан Мудлет. Опасно уставший. Физическая нагрузка. Она у нас пожилая. И, конечно же, пожилых симов не стоит заставлять много заниматься спортом. Потому что от этого, к сожалению, они могут умереть. Но я надеюсь, что все будет нормально. И ничего плохого не произойдет. Да, Вивиан? Потому что со смертью Вивиан, ребят, заканчивается челлендж. А я пока его не хочу еще заканчивать. Вот, скорее всего, после завершения челленджа 7 пятниц на неделе, я не сразу начну второй сезон. А, скорее всего, я начну психушку второй сезон. Вот. Я уже скоро выложу в это самое конкурс, видео с конкурсом для создания симов. Вот. Но я думаю, что сразу я психушку начинать не буду. А когда вот закончится 7 пятниц. А 7 пятниц закончится, когда умрет Вивиан. Ну, то есть, не знаю. Вообще, в последнее время я редко стала снимать 7 пятниц. Не знаю, почему. О, боже. Как вот? Ты куда побежала? Ты и так у нас это самое, ну, худющее. Просто невозможно. Она вон бегать побежала. Ну, ужас какой-то. Не нравится мне это все. Давай, иди, жди. Мама сейчас ужин готовит. Иди давай. Блин, у нас даже нет большого стола, чтобы все семейство уселось. Ой, елки-палки. Ну, что ж такое? Ну, иди покушай вот пока попкорн. У нас даже большого стола нет, потому что в нем не было надобности. У нас была всегда небольшая семья. А тут теперь семейка стала больше. И, наверное, нам нужно столом, что ли, обзавестись. Тем более, денюжки у нас уже имеются. Вот. Последнее время, говорю вам, что редко выходит Семь Пятниц. Я не знаю, почему так. Ну, я снимаю вот именно по желанию. Но вот в последнее время мне почему-то вот так и хочется снимать Симс 2 и Династию. Конечно же, я люблю Семь Пятниц. Ничего подобного. Я не могу сказать, что это я не люблю этот летсплей или разлюбила его. Ну, вот как-то так получилось. Так, давайте мы, наверное, сейчас... Ой, кто звонит? Кто звонит тебе? Говорят, в баре проходит вечер рыцарей. Ага. Не хотим. У нас семейный ужин. Ты что? До свидания. Давайте мы, наверное, сейчас вот так вот наглым образом продадим. Ну, потому что у нас семья, ребят, большая. А вот стулья нет. Стулья, ребят, нам нужны. У нас, в принципе, голубая неделя. Хотя голубая неделя уже закончилась. Но все равно дом более-менее такой, знаете, более голубой остался. Блин, вместе с попкорном продали. Давайте мы купим какой-нибудь большой обеденный стол. Потому что семья большая. О, я знаю, какой я стол куплю. В новом каталоге появились такие красивые столы. Блин, где эти столы? Каталог, который... Который... Это самое... Нет его? Вот. Вот этот стол, что-то я совсем спутала. Вот. Давайте, наверное, посмотрим, какие здесь расцветки. Это каталог, который называется... Что-то там кинотеатр. А, домашний кинотеатр. Блин, ну что, голубенькое что-нибудь есть или нет? Вот это голубенькое. Ой, как-то мало голубого цвета. Может быть, что-то другое нам поставить? Даже не знаю. Ну, блин, фигня какая-то. Хорошо, давайте посмотрим, какие стулья. Я бы тоже хотела стул купить из этого же каталога. Вот. Давайте вот такой стульчик поставим. И посмотрим какой-нибудь голубенький вариант. Но здесь все очень яркое. Весь сам каталог такой яркий-яркий. Но у нас уже не обязательно прям таки голубая неделя. Потому что мы уже закончили челлендж. Все ограничения его выполнили. Да, ребят, стулья я продам. Потому что хочу поставить новые. Давайте мы вот эти новенькие поставим. И знаете, можно даже разноцветные стулья поставить. Потому что, по крайней мере, у разработчиков так красиво стояли эти разноцветные стулья. Вот. Можно поставить два одинаковых сюда. А с этой стороны поставить тоже два, но другого цвета. Сейчас мы цветы поменяем. Конечно, это будет страшно выглядеть. И у меня особого вкуса нет. Тем более, что быстренько сделать это прям в серии не получится. Ну и тут поставим тоже какие-нибудь стулья другого цвета. Что-нибудь зелененькое. Не, зелененькое, наверное, точно не смотрится. Вот такие давайте. Сиренево, фиолетовый. Бог его знает. Вот такие стулья мы поставим. Лиловые. И еда. Еда. Давайте нам еду. И у нас будет семейный ужин. Наконец-то хоть раз в жизни наши симы поедят все вместе. Да, у нас семейный ужин. Давайте вся семейка присаживайтесь. Виоранчик сейчас всех позовет. И Лесли, и Вилфреда. Все идите сюда. Присаживайтесь. Берите порцию. И у нас будет первый наш семейный ужин. Давай, Виф, ты тоже иди. Я надеюсь, что у нее сейчас этот муллет пройдет. И все будет хорошо. Да, два часа осталось. В общем, вот так. Мне очень нравится. Все очень хорошо. Вообще, в челлендже все сложилось просто замечательно для Вивиан. Она выполнила все ограничения. Совсем справилась со всеми своими невзгодами. Так, ты идешь или не идешь? Лесли, тоже иди. Потому что у нас семейный ужин. Все у нас кушают. И Лесли будет сидеть, короче, во главе стола. Вообще, Виоран должен, ну или Вивиан, как минимум, сидеть во главе стола. Но во главе у нас будет сидеть Лесли. А она у нас плавала, купалась. Потому что она у нас полноватенькая. И мне хотелось, чтобы она похудела. Вот Нэнси как-то наоборот худенькая. А вот Лесли полноватая. Давай присаживайся. Вот, я вообще рада за Вивиан. У нее все прекрасно получилось. И вот, может быть, мне почему не особо-то в последнее время я играю в 7 пятниц. Потому что проблем здесь нет. Потому что все хорошо в этой семье. Наконец-то Вивиан, не знаю, обрела настоящую семью. Наконец-то вот все у нее отлично. И что ты грустишь-то? Не грусти, и все хорошо. И вот, знаете, как-то не хотелось особо заходить. Вот, я думаю, что мы доиграем этой семейкой. Будем уделять внимание и Нэнси, и Вилфреду. Нужно будет теперь уделить внимание Вилфреду, чтобы он сходил с какой-нибудь девушкой на свидание. Вот, я думаю, что Лесли уже мы не сходим на свидание. Потому что она маленькая, и вряд ли она успеет повзрослеть, пока Вивиан у нас умрет. Вот, так что мы будем уделять больше внимания Нэнси и Вилфреду. Что-то Вилфред совсем грустненький. Вот, ну и, конечно же, будем уделять внимание еще и Вивиан с Виораном. Нужно будет обязательно отправить их на свидание, чтобы они побыли вместе. Потому что главная все-таки героиня этого челленджа Вивиан, как ни крути. Ее детишки тоже немаловажную роль играют. Но все-таки главная героиня Вивиан, и мы должны больше всего внимания уделять ей. Так, все, семейный ужин прошел на ура, я так полагаю. Вив, кто-то звонит? Не, мне показалось. Показалось, что телефон звонит. Давайте мы, наверное, ее не будем мучить, и пусть она ложится спать. Да, не надо тебе, ты что, не переутруждайся. У тебя трое детей, пусть они хоть что-то сделают. Так, ты тоже у нас иди, наверное, спать. Да, пусть ложатся спать и Вивиан, и Виоран. Вот, а Нэнти, например, как старшая дочка, может взять и помыть посуду. Но посудомойка у нас... Так куда ты побежала? Я не помню, что ты бегаешь все время? Ну ты вообще так тощая, она еще бегает и бегает. Ужас-то какой. Давай выпей молока. Молоко не помешает, вообще кушай побольше. Очень грустный. А, это из-за смерти Симов, которую он увидел на свадьбе. Он, наверное, выплакиваться. А нет, спать пошел, слава богу, я думала выплакиваться. Так, давайте мы Лесли отправим в туалет и пусть ложится спать. А Нэнси у нас, наверное, уже... Ой, а у нее все отлично, ребят. Давайте мы вот это поставим на место. Загрузим посудомойку. И, в принципе, она может взять попкорн и посмотреть фильм какой-нибудь. Почему бы и нет? Она спать не хочет. Не будем же мы ее заставлять насильно спать. Мы, в принципе, можем пригласить в гости Руперта. Ну, нафиг он нужен? Пусть сама посмотрит фильм «Буйные пороки». Вместе с ней посмотрим. Вот, пусть расслабится, подумает о Руперте. Не получилось у нас с ним сегодня. Потому что мало романтики. Я слишком рано начала давать действия романтические. У них слишком мало романтики. Поэтому вот я думаю, что когда мы в следующий раз с Рупертом куда-нибудь отправимся, мы пойдем куда-нибудь в бар или в такое место, где есть ведро. Вот мы включим эмоциональную атмосферу ведра. Ну, что такое? Что-то не можешь взять, что ли? Нет, все отлично взяла. Иди смотри фильм. Вот, мы включим эмоциональную атмосферу ведра. И все станут кокетливыми. И Руперт, и Нэнси. И тогда 100% романтика у них получится. Почему не хочет она присаживаться? Жалко. Ну, блин, ну кто так фильмы смотрит стоя, прям перед телевизором? Вот я бы села на диванчик. Да. Села бы на диванчик и смотрела. Она стоит. Попкорн горячий. Она кушает попкорн. Ну, то, что с попкорном, это хорошо. А то, что она не хочет присаживаться на диванчик, это крайне странно. Наверное, от того, что он слишком далеко расположен. Да, наверное, надо поближе его ставить. В принципе, можно здесь пуфики поставить. Но мне тоже не хочется, чтобы по центру комнаты что-то находилось. Тем более, здесь мы танцуем, если вдруг там к нам гости приходят. Мы же любим вечеринки всякие. Так что нам здесь нужно пространство, нужно место. Ну, и, в принципе, Нэнси у нас посмотрит фильм и тоже ляжет спать. А я буду заканчивать уже серию. Вот на этом уже начну следующую серию с утра, когда все наши симы проснутся. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня работает. До работы 10 часов Виорану. 12 часов до работы Нэнси. Она у нас работает с 11. Виоран с 10. И в 8 утра, потому что у нас четверг. И это будет пятница. И Лесли, и Вилфреду нужно идти в школу. То есть, завтра у нас, получается, в этот симский день только Вивиан будет дома. Все остальные пойдут работать. И я думаю, что Вивиан может, в принципе, провести время со своими друзьями. Боже, у нее друзья все уже на том свете практически. Ну, наверное, кто-то же остался в живых. Вот с оставшимися друзьями, которые еще не умерли. У нее же там есть клуб. Да, у нас же клуб есть. Блин, из нашего клуба осталась в живых только одна Элизабет. Дочка, чья она дочка? Дочка Моники, по-моему. Да, дочка Моники, если я не ошибаюсь. Моники Льюис, с которой мы жили во время желтой недели. Надеюсь, что это так. Ну, в общем, посмотрим. Что-нибудь придумаем. Обязательно вот эта Моника. А, нет, подождите. Элизабет Льюис. Да, да, да. Правильно. Все, я правильно сказала. Это ее дочь. В общем, посмотрим. Что-нибудь, да, придумаем. Вот. Все, ребят, буду тогда на этом я заканчивать серию. И смотрите, Крис Синий. Да, кстати, я фотографии повесила. Я помню, мы фотографировались там. Это фотография. Ой, все, пошла быстрая промотка. Я помню, что-то мы делали какие-то фотографии. Но надо будет сфотографировать еще что-то такое. Беконит, какой-то камень. Нужно будет Нэнси сфотографировать с Рупертом. А Вилфреда сфотографировать с Джанет. Ну и... А вот Лесли нам не с кем фоткать. Ладно, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Вивиан уже проснулась. И давайте отправим ее искупаться. Пусть примет какую-нибудь пенную ванну. Но что ты, куда плакать? Не надо плакать. Все нормально будет. Все будет хорошо. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok